Привет, друзья! Станислав Бондаренко – известный актёр мелодраматических сериалов, победитель в театральной номинации «Лучшая роль театрального актёра в кино», «Звезда театрала». Известность актёру Станиславу Бондаренко принесли роли влюблённых героев в многочисленных мелодрамах. Но ему под силу и амплуа злодеев, преступника косы в фильме «Дикий», Николая Мартынова в «Из пламя и света». За игру в пластической драме «Каллигула» Станислав удостоился премии «Звезда театрала». Сложность данной постановки заключалась в том, что её сюжет участники должны были передать без слов, используя только пластику тела. Раннее детство актёра прошло на Украине. Станислав вырос в большой и дружной семье. Старший сводный брат и две младшие сестры. Родители поддерживали Станислава в любом увлечении, будь то танцы, спорт или математика. В пятый класс мальчик пошёл уже в Москве. Учился стас посредственно, но серьёзно увлекался восточными единоборствами, чуть не получил чёрный пояс по карате. После школы юноша планировал поступить в медицинский или авиационный вуз. Но судьба сложилась иначе. Ещё влюбившись школьником в девочку, Станислав начал заниматься танцами. Его выступление привлекло внимание художественного руководителя Гитиса Владимира Теплякова, который стал впоследствии его наставником. После знакомства с ним мечты об авиации были забыты. Стас поступил в знаменитый театральный институт и стал одним из лучших студентов на курсе. На третьем году обучения его едва не отчислили. В спектакле Васа Железнова он решил пошутить и вместо статуэтки вынес на сцену гильотину. Дело ограничилось выговором. В это же время молодому актёру предложили первую роль в кино. Бондаренко стал участником грузинской программы «Танцы со звёздами». Его партнёршей была президент Федерации спортивных танцев Ники Кишилава. В финале пара исполнила горячий танец «Пасадобль». Члены жюри выставили им наивысшие баллы, в результате чего российский актёр и профессиональная танцовщица заняли заветное первое место. В качестве приза Бондаренко досталась квартира в Тбилиси. А перед этим артиста пригласили в юмористическую грузинскую передачу «Прототип российского вечернего Урганта». Ведущий угостил Станислава традиционным национальным блюдом и проверил его на знание других традиций своей страны, обыгрывая всё с юмором. В начале 2019 года Бондаренко посетил студию передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В эфире разговаривали не только о становлении Станислава как актёра, большую часть времени посвятили обсуждению романов артиста, которых в его жизни было немало. Первой женой Бондаренко стала актриса Юлия Чеплиева. Актёр познакомился с будущей супругой в начале 2000-х, будучи студентом. Молодые люди встретились в учебном театре. Юлия посещала курс актёрского мастерства, а Станислав учился в ГИТИСе. Серьёзные отношения начались после второй случайной встречи. При знакомстве актёр потерял номер девушки и встретил Юлию, случайно через несколько лет, на праздновании дня рождения общей подруги. На этот раз Бондаренко не растерялся и начал ухаживать за ней. Пара сыграла свадьбу в 2008 году. У супругов родился первенец сын Марк. Долгие годы считалось одной из самых крепких в российском кинематографе, но в начале 2015 года стала известна новость, что Станислав Бондаренко и Юлия Чеплиева развелись. При этом актёр продолжил участвовать в воспитании сына. Мальчик посещал школу с гуманитарным уклоном, футбольную и теннисную секции, вместе с отцом снялся в ленте «Верни мою любовь». Позднее стало известно о романе актёра с победительницей конкурса «Красоты Мисс Россия» в 2010 году Ириной Антоненко. Они познакомились во время съёмок телефильма «Золотая клетка». Эти отношения не привели к серьёзным изменениям в личной жизни артиста, вскоре последовало расставание. В 2017 в российских СМИ появилась информация о том, что Станислав Бондаренко отдыхает в Грузии вместе с моделью и бизнесвумен Аурикой Алехиной. Популярный российский актёр весело провёл майские праздники. Об этом свидетельствовали фото артиста, появившиеся в Инстаграме и во Вконтакте. В соцсетях пользователи внимательно следили за личной жизнью и творчеством кумира, даже создали для этого фан-клубы. Осенью 2017-го стало известно, что Станислав второй раз стал папой. Аурика подарила ему дочь Алексию. Родители не скрывали своё счастье, щедро делясь совместными снимками и фотографиями новорождённой с подписчиками. Бондаренко также сообщил, что у его детей дни рождения разместились один за другим. Марк часто бывает в новом доме своего отца. По словам Станислава, между детьми сложились дружеские отношения, в присутствии Марка Алексея светится от счастья и никогда не капризничает. В третий раз стать отцом Бондаренко посчастливилось, весной 2019-го года супруга подарила ему ещё одну дочь, которую назвали Микаэлой. Примерно в это же время артист выставил пост во Вконтакте, где продемонстрировал свидетельство о браке. Как оказалось, родители двух дочерей сыграли свадьбу в апреле 2017-го года. Ещё одна роль, не подходящая под привычное амплуа героя-любовника, появилась у актёра в фильме 2022 года «Легенды Орлёнка». В картине не о детях, а для детей, как выразилась режиссёр Ольга Беляева, Станислав сыграл роль Седовласова старца. Ещё до премьеры Бондаренко выложил в личном блоге фото в кинообразе, чем вызвал бурные комментарии. Гримеры постарались на славу, сделав исполнителю морщины и добавив седину не только в волосы, но даже в брови и ресницы. Среди других исполнителей главных ролей засветилась Лиза Арзамасова. В ленте сыграли много начинающих актёров, а в массовке были задействованы отдыхающие детского центра Орлёнок. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.